Лифт в доме по улице Мусы Джалиля, по словам жильцов, в нерабочем состоянии находится едва ли не через день. С каждой неделей пользоваться им становится все опаснее. Хотя оборудование еще не отработало свой положенный срок. Дома соответственный подъемнику чуть более 20 лет. Кроме закономерного износа, до такого состояния конструкции довело банальное хулиганство. В прошлый раз была ситуация, что сами лифтеры поймали наркомана одного в подъезде, вызвали полицию, ждали, дождались. То есть выпустили, открыли. То есть вот это все время лифт у нас сломанный стоял. Замена лифтов в этом доме запланирована на 2018 год. Но это событие можно приблизить. Решение направить средства капремонта на эти цели собственники должны принять на общем собрании. Так, например, лифт за свой счет заменили жильцы дома по улице Илекской в конце 2014 года. Нам лифт-ремонт пошел навстречу, когда устанавливали эти лифты. И вот рассрочки давал. Люди целый год еще рассчитывали за один лифт, получается. Ну, набрали, надо было 6 миллионов, набирали 4 800, еще вот этот, вот они платили. Но и вложение собственных средств в общее имущество не сделало жильцов более ответственными. Такой подход и к почтовым ящикам, которые меняли полгода назад, и к дорогостоящему лифту. Ломается само по себе, ничего не ломается. Вот, смотрите, уже отводку я уже ремонтирую. Створки тоже погнуты по этому. Просто стоят там в кабине, сильный рывок, створка, вот видите, отклоняется. И при движении она задевает или за порог, или за балку. И естественно, при движении все это гнется. И каретки, и створки. Иван Михайлович как лифторемонтник и как собственник оборудования реанимирует. Но с такой эксплуатацией срок работы лифта сокращается в разы. Застрянут, самоосвобождение делают с кабины. Кто-то с шахтой им помогает, кто-то отсюда. И створки выгинают. Начинают подкнуть руками. Сил у них много, да, я могу сейчас снять руки. И створки становятся шалашом. По словам сотрудников ТСЖ, в этой безответственности виноваты не только сами жильцы, но и незваные гости. От них не спасают ни кодовые замки, ни домофоны. Пока, кроме усиленного контроля за своим имуществом со стороны собственников, решения этой проблемы нет. Анна Солодкина, Роман Воричев, Новости дня.